Добрый день, меня зовут Сергей Голубев, я генеральный директор фонда социальных инвестиций. Наша компания занимается тем, что является институтом развития социального предпринимательства и социальных инноваций в Российской Федерации. Тема нашей сегодняшнего общения это инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. И я думаю, что мы сейчас быстро-быстро попытаемся ее раскрыть. Первый блок, на который надо ориентироваться социально ориентированным некоммерческим организациям и лидерам социальных изменений, на мой взгляд, это компетенции. Потому что именно от вашего уровня профессионализма зависит то, как вы сумеете удовлетворить вашего клиента, как вы сумеете реализовать максимально эффективно вашу социальную программу, как вы сумеете привлечь донора или партнера для того, чтобы, опять же, ваша программа была максимально успешна и эффективна. И как вы сумеете в том числе и продать эту программу государству для ее масштабирования и развития, потому что это тоже не менее важно. По поводу компетенции у нас есть несколько возможностей, как вы можете ее повышать. Первая вещь, я начну с таких общедоступных и бесплатных ресурсов. То есть это, например, онлайн-курсы, которых довольно много. Много англоязычных курсов, которыми я вам тоже рекомендую пользоваться, потому что технологии взаимодействия с заинтересованными лицами, с клиентами, реализации программ, оценки программ, дизайна программ, они все в основном одинаковые, поэтому есть смысл их смотреть и учиться, в том числе у зарубежных коллег. Вторая вещь, то, что есть, это есть российские онлайн-курсы. Их пока, к сожалению, не так много, но тем не менее, у них становится все больше и больше. И это тоже можно ими пользоваться. В том плане, как их найти, просто вы можете заходить в Google, в Яндекс и, например, их искать. Но в качестве одних из ключевых могу сказать, что у нас есть фонд «Наше будущее», у которого есть прекрасные онлайн-курсы именно, есть лаборатории социального предпринимательства, которыми есть смысл пользоваться. Следующая вещь курсов, которые также доступны в любой точке города, планеты, где вы находитесь, это курсы, которые есть в университетах или в среднеспециальных учебных заведениях. Как правило, там есть экспертное сообщество, которое занимается развитием экономикой общественного сектора, или которое занимается некоммерческими организациями, социальной работой. И опять же, на их занятия вы можете приходить, вы можете участвовать. Есть отдельные семинары, да, и мастер-классы, и открытые уроки, которые также проводятся, вы тоже можете в них принимать участие. Ну и плюс, конечно, вы можете поступить в магистратуру. Сейчас есть такая возможность, магистратура есть платная, есть бесплатная. Если у вас есть специалисты, вы можете поступить на бюджетную магистратуру и пройти двухгодовой курс по управлению некоммерческими организациями. То есть это специализированные такие программы, в которых есть смысл принимать участие. В частности, такие программы есть в Высшей школе экономики, есть в Российской академии народного хозяйства государственной службы, есть в Санкт-Петербургском государственном университете. То есть такие флагманские программы перечисляю, но это не означает, что только в этих университетах есть. Я знаю, например, Поволжский государственный технологический университет, это в городе Ишкар-Але, там тоже есть такие курсы, то есть, пожалуйста, можете идти. То есть это не только Москва и Санкт-Петербург. И кроме вот таких вот еще общих курсов, которые читаются в академической среде или которые идут через онлайн, есть еще специализированные курсы, которые читаются непосредственно некоммерческим организациям. Вернее, даже здесь слово читается не совсем правильно, потому что это такие, знаете, акселерационные программы или инкубационные программы, в которые вы заходите конкретно с вашими проблемами, с вашими пожеланиями, и они, как правило, состоят из 4-5 месяцев, и через 4-5 месяцев вы выходите прокаченные, извините за слово, с новым вашим качеством и с вашим новым качеством, с новым качеством вашего проекта, который вы можете более эффективно реализовать. Специфика вот этих вот программ заключается в том, что внутри этих программ с вами работают еще не только эксперты, которые вам начитывают какой-то материал и повышают ваши компетенции, но и с вами работают менторы, то есть это уже те люди, которые устоялись, достигли большой эффективности в своих сферах, и они могут поделиться своим опытом. С вами работают доноры, тоже те же самые благотворительные фонды, которые вам говорят, как правильно с ними взаимодействовать и коммуницировать. И исходя из этого, получается очень качественный продукт, в результате которого вы как раз очень быстро начинаете двигаться и гораздо эффективнее делать и запускать вот эти вот программы. Соответственно, это вот в целом так по образовательным возможностям и по прокачке компетенций, которые существуют. То есть это онлайн-курсы, еще раз, это образовательные курсы на базе университетов, например, которые есть, и это специализированные курсы. Специализированные курсы есть, как правило, опять же, на базе специализированных либо некоммерческих организаций, либо специализированных учреждений в поддержке СОИНКО и социального предпринимательства в городах. Например, в Москве есть Дом общественных объединений Москвы, организации Москвы, которые как раз предусматривают вот такие вот программы. Есть, кстати, даже и инкубационные уже программы в некоторых городах, например, я знаю, в Самаре, которые как раз тоже это развивают. И плюс еще, если вы живете в маленьком каком-то городе, то, скорее всего, у вас есть какой-то крупный бизнес на территории вашего города. Просто я знаю Металл Инвест, Русал, Суэк, Северсталь, которые также предоставляют такие сервисы, они поддерживают некоммерческие организации, которые являются ресурсными центрами для других НКО и тоже предоставляют возможность для профессионального развития. То есть вот это вот про компетенции. Второй блок, который нам важен, это помещение. Это место, где гражданские активисты, где некоммерческие организации могли бы собираться, могли бы встречаться, могли бы разрабатывать совместные проекты, могли бы работать. По поводу места есть несколько, опять же, вещей. Есть специализированные организации, опять же, вот Дом общественных объединений в Москве, есть такие вот дома для некоммерческих организаций в других субъектах Российской Федерации. Их пока не так много, но тем не менее они есть, и этой возможностью можно пользоваться. Но кроме того, некоммерческие организации, лидеры социальных изменений могут ориентироваться на инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, потому что там уже выстроена система коворкингов, то есть это места, где вы можете прийти с вашим, например, компьютером, там есть стул, стол, там какой-то чай, кофе, и вы можете там посидеть, поработать. Это есть бизнес-инкубаторы, куда вы также можете прийти и там поработать. То есть уже есть, сформировался определенный пласт общественных пространств, куда вы также можете прийти и воспользоваться этим ресурсом, хотя вы и не являетесь субъектом малого и среднего предпринимательства, а являетесь некоммерческой организацией. Тем не менее, это возможно, владельцы, так сказать, этой инфраструктуры идут сейчас навстречу. И в этом плане даже сейчас Министерство экономического развития Российской Федерации поддерживает инициированную Агентством стратегических инициатив, программу по развитию центров инноваций в социальной сфере. Это как раз такие объекты инфраструктуры, поддержки социальных предпринимателей, социально ориентированных НКО, которые работают и на тех, и на других, и максимально полно им помогают. И компетенции прокачивают, и помещениями, и менторами, и даже инвестициями какими-то помогают. То есть вот это все существует, очень важно этим пользоваться, поэтому войдите в интернет, посмотрите, есть ли у вас центры инноваций в социальной сфере, есть ли у вас бизнес-инкубатор, есть ли у вас каворкинги, и пользуйтесь этим. Кроме того, все мы знаем, что есть библиотеки, в этих библиотеках есть читальные залы, и читальные залы, как правило, пустые. Поэтому у меня к вам большая просьба и рекомендация, пользуйтесь этим ресурсом. Подходите чуть-чуть более предприимчиво к тем ресурсам, которые вас окружают. Ресурсов действительно очень много, приходите в читальный зал, садитесь, там Wi-Fi свой принесете, интернет свой воткнете. То есть, пожалуйста, там тихо, спокойно, никто не мешает, никто не ходит, почему-то пока еще в библиотеках. Тем не менее, такая возможность тоже есть. И я вот знаю, сейчас в Московской области часть библиотек будет переоборудована в каворкинги, именно читальные залы. И в Москве, например, на Чистых прудах библиотека именно Достоевского, такой самый яркий пример шикарнейшего каворкинга. Рекомендую, просто будете, сходите, посмотрите. При этом больше рекомендация, наверное, к директорам библиотек, как можно переоборудовать площадку, и у вас будет толпа народу, которые помимо того, что они еще работают, они еще читают, тем самым закрывая ваши какие-то функциональные потребности. Итак, это с помещениями. С помещениями еще одна достаточно интересная вещь есть. У нас есть много сейчас пустых мест, пустых пространств во всех городах. Девелоперы очень много построили площадок, но тем не менее, они не успевают их сдавать, и поэтому есть много пустующих мест. Вы также можете пользоваться этими помещениями. А это я вас возвращаю к первому пункту прокачки ваших компетенций, поймите, как заинтересовать девелопера, и он вам отдаст это помещение. По сути, их заинтересованность даже заключается в том, что вы просто покрываете арендные платежи, то есть коммунальные, вернее, платежи. То есть вы платите за коммуналку, все, это не ложится на них, они рады вас пустить. Некоммерческая организация, для них еще это социальная некая ответственность, социальная политика, поэтому этим тоже можно пользоваться, и этим ресурсом достаточно хорошо можно управлять, опять же, и привлекать его. Люди к этому готовы, не бойтесь коммуницировать, это главное, будьте открыты, идите к людям и, собственно, общайтесь с ними. Третий блок, который есть, это ресурсный блок. Здесь я бы сказал две вещи еще, которые есть. Ну, собственно, не все про ресурсы, но здесь уже больше прям такие материально-технические, можно сказать, это финансовые ресурсы, и это нефинансовые ресурсы. Под нефинансовыми ресурсами я понимаю человеческий ресурс, который тоже очень важно привлекать. Здесь сейчас есть несколько трендов в России и программ, которыми вы можете пользоваться. Значит, первое, вы можете привлекать действительно классных специалистов, которые вместе с вами будут работать на безвозмездной для вас основе. Этот тренд называется интеллектуальное волонтерство. Часть крупного бизнеса уже начинает под него подписываться, и они готовы своих сотрудников отпускать в некоммерческие организации для специфических сервисов, для этих некоммерческих организаций. То есть такая услуга есть, это можно воспользоваться, сейчас такой сервис набирает оборот. Это первый блок. Второй блок. У нас есть с вами бизнес-школы, которые также разрабатывают разные кейсы, решают, вернее, разные кейсы. И тоже сейчас, вот, в частности, наш фонд двигается в том плане, чтобы заключать соглашение с этими бизнес-школами по поводу решения конкретных кейсов социально ориентированных НКО и социальных предпринимателей для того, чтобы вовлекать интеллектуальный ресурс участников бизнес-школ для развития некоммерческих организаций. То есть это тоже есть. И следующая вещь, которая тоже сейчас есть, и которая тоже набирает обороты, это студенческое волонтерство. Студенты заинтересованы в том, чтобы приходить в некоммерческие организации для получения управленческого опыта. Они только у вас это могут получить. Ни в какой другой фирме, если они пойдут, там, не знаю, в Газпром, в Роснефть, да, они не получат, они получат только у вас. Поэтому им важно будет прийти к вам, а вам будет важно тоже их заинтересовать и дать им возможность проявить себя. Вы бы видели, какие шикарные студенты делают пиаровские какие-то проекты, проекты по работе там с волонтерами по привлечению общественности. У них креативность прет, им хочется себя показать, им хочется себя реализовать. Поэтому они, конечно, бегуны тоже на короткие дистанции, ну, и вы их на короткие дистанции эксплуатируете. Поэтому в течение 3-4 месяцев у вас будут вот такие вот проекты. Поэтому пользуйтесь этим, и такая возможность тоже существует. То есть это вот с точки зрения привлечения людей, да, в качестве интеллектуального ресурса. Ну и последний блок, который у нас остался, это финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы – один из ключевых блоков, вот. Но, коллеги, если вы правильно сделали предыдущие три, да, то, по сути, люди есть, место есть, компетенции есть. Вы, как некоммерческая организация, уже заинтересованы в том, чтобы привлечь еще финансы, скорее всего, для масштабирования той деятельности, к которой вы работаете. Вот. Что есть для этого? Во-первых, у нас есть и очень серьезно развитая система грантовой поддержки. Грантовая поддержка, да, это безвозмездные, ну, безвозмездные деньги со стороны доноров. Кто выступает в качестве донора? Во-первых, в качестве донора выступает государство, и у нас есть система президентских грантов, у нас есть система грантов и субсидий со стороны разных министерств и ведомств федеральных на уровне муниципалитетов. То есть, общий объем денег, который выделяется на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, довольно большой. Важно знать места, действительно, где их дают, да, и важно правильно встать в очередь за этой поддержкой. Это первое, то есть, это гранты со стороны, соответственно, государства. Второе, у нас есть гранты со стороны частных компаний. Во-первых, у нас есть благотворительные фонды. Что здесь важно, как и при работе с государством? Очень важно понимать мандат этих фондов. То есть, например, к фонду Тимченко есть смысл идти, если вы работаете с пожилыми. В компанию Мегафон есть смысл, если вы работаете с детьми-сиротами, например, да, но в компании Мегафон нет смысла, если вы работаете с одаренными детьми. А если вы работаете с одаренными детьми, есть смысл идти в АФК-систему, потому что они этим занимаются. То есть вам очень важно проанализировать мандаты вот этих вот организаций и понять, с кем вам более правильно будет работать, с кем вам будет более эффективно работать. Соответственно, у нас есть гранты со стороны государственных структур, есть со стороны частного сектора, который тоже достаточно большой объем. При этом я бы вам рекомендовал больше работать с частным сектором, потому что там отчетность такая же жесткая, но с точки зрения мобильности в реализации программ она просто выше. И кроме того, с точки зрения, помимо грантовых средств, которых действительно достаточно много, есть грантовые конкурсы, соответственно, грантовые конкурсы объявляются, опять же, государством, объявляются частными компаниями, есть прямые договора по жертвованию, то есть когда вы просто приходите к компаниям и в контексте их мандата общаетесь по поводу проектов. Есть еще система, которая называется займы. Эта система меньше подходит для социально ориентированных НКО, но тем не менее она тоже присутствует, поэтому о ней тоже важно сказать. Что здесь? Здесь вы можете привлекать займы под 0%, беззалоговые, со стороны так называемых социальных инвесторов. Такие социальные инвесторы уже возникают, и их интерес в том, чтобы не только вам дать денег с возвратом, например, они говорят, берите 100 рублей, через 3 года вы нам вернете 100 рублей, но вы на 100 рублей эти генерируете социальные эффекты. То есть вот это вот очень важно. Такой класс социальных инвесторов появляется, их не так много пока, но тем не менее этими возможностями тоже можно пользоваться. Итак, коллеги, мы с вами очень быстренько прошли по основным ресурсам. То есть какие у нас есть ресурсы? У нас есть, во-первых, специализированные организации, которые поддерживают СОНКО, я вам рекомендую их посмотреть. Во-вторых, у нас есть неспециализированные организации, которые также поддерживают, но просто не всегда знают об этом, что они поддерживают. Если им сказать, что вы же поддерживаете, они более фокусно на этом сосредоточатся и будут более эффективно вам помогать. Поэтому у нас есть люди, у нас есть помещение, у нас есть деньги, у нас есть материально-технические ресурсы. Вам важно всем этим пользоваться. Для того, чтобы этим пользоваться, надо как минимум прослушать этот курс, целиком и полностью выполнить все практические задания, которые к нему есть, и не бояться коммуницировать с людьми в офлайне и привлекать сторонников на свою сторону. Спасибо.